Про российский электромобиль Zeta мы узнали еще в прошлом году. Тогда нам говорили о старте продаж в начале 2020 года и цене в 450 тысяч рублей. Пандемия внесла свои коррективы в планы компании. Так что дизайн, начинка, цена и дата выхода все приобрело немного другой формат. Ну а теперь обо всем по порядку. Напомню, что Zeta позиционировал себя как малогабаритный трехдверный электромобиль с передним или полным приводом. Сочетающий в себе невероятно компактные размеры и эффективную электрическую начинку. По крайней мере по заявлениям разработчиков. Да еще за относительно небольшие деньги. К целевой аудитории машины относятся сразу несколько категорий покупателей. Во-первых, это люди заинтересованы в инновациях. Во-вторых, это люди переживающие о экологии нашей планеты. Ну а в-третьих, это городские жители, желающие сэкономить. Разработка электромобиля под названием Zeta, то есть Zero Emission Terra Transport Acid, что расшифровывается как транспортный актив с нулевым выбросом, усилием одноименной тольяттинской инженерной компании началась еще в 2016 году. В 2017 был представлен первый прототип модели, а уже в 2019 году она приобрела свой первый облик. По своим габаритам Zeta является представителем А-класса по европейской классификации. В длину электромобиль насчитывает 3030 мм, из которых 1890 мм занимает межосевое расстояние, а его ширина и высота укладываются в 1600 и 1760 мм соответственно. В снаряженном состоянии трехдверка весит от 486 до 708 кг, в зависимости от емкости батареи. По умолчанию этот электрокар приводится в движение двумя синхронными мотор-колесами, установленными на передней оси, совокупный потенциал которых насчитывает 49 л.с. и 1050 ньютон на метр крутящего момента. Однако в топовом исполнении к ним добавляются еще два мотор-колеса, монтированных уже в задней части, что доводит производительность электроприводов до 98 л.с. и 1750 ньютон на метр пиковой тяги. В зависимости от модификации, трехдверка снабжается литий-ионным аккумулятором емкостью 10 или 32 кВт-часа, что обеспечивает ей запас хода в 200-560 км на одном заряде. При этом максимальная машина способна разогнаться до 120 км в час. Сообщается, что именно в представленном варианте электрокар поступит серийное производство. Электромобиль Z базируется на так называемой многофункциональной компактной модульной транспортной платформе. По сути, она представляет собой металлическую раму, на которой монтирован кузов, посредством капсульного соединения с панелями из экструзионного композита, аккумуляторная батарея и остальные узлы и агрегаты. Спереди машина оснащена независимой подвеской типа MacPherson, а сзади полузависимой архитектурой с торсионной балкой. По умолчанию трехдверки положено рулевое управление с электроусилителем и комбинированная тормозная система с раздельными гидравлическими и электрическими контурами и дисковыми устройствами по кругу. Что касается интерьера автомобиля, то он во многом заимствован у автоваза. Материалы отделки дешевые и не лучшего качества. А вот щиток приборов и управление мультимедийной системой теперь осуществляется с помощью сенсорного экрана, как и положено во всех топовых электрокарах. Под сенсорным экраном расположились кнопка запуска двигателя, аварийка и кнопка ручного тормоза. Под кнопками расположился селектор КПП с тремя режимами работы. Серийный выпуск электромобиля запланирован на начало 2021 года. Гарантийный срок составит 2 года или 150 тысяч километров. Зетта планирует выпускать 3 модификации City Model 1. При этом на базовую комплектацию компания возлагает самые большие надежды. По ее прогнозам продажи самого дешевого City Model 1 составят около 40% от общего объема. В базе электромобиль получит батареи с минимальной емкостью и только передний привод. Средняя комплектация составит 30% продаж и тоже окажется переднеприводной, но с более емкой АКБ. Тогда как самая топовая составит те же 30% продаж, но будет полноприводной и ей достанется самый емкий аккумулятор. Все версии City Model 1 получили трехдверный кузов, 180-литровый багажник и посадочную формулу 2 плюс 2. Для снижения себестоимости и итоговой нагрузки на электромотор из автомобиля решили убрать усилитель руля, кондиционер и даже печку салона. Ее заменили на бензиновый отопитель Webasto. В комплектации Classic стоимость авто составит 456 800 рублей. И вы получите 87-сильный двигатель, а также есть электроусилитель руля и штатный отопитель салона. На этом все, спасибо что были с нами, если вам понравилось данное видео, рекомендуем подписаться на канал.